мои клиенты поехали еще красивые поехали кататься ухты нам шлагбаум сделали ну наконец-то ну наконец-то маха риман гопа маста лора дорма канты дорма канты плюс тобой раз шлагбаум закрыт так нашу рассказать вам как работает наша новая девочка давайте сейчас сначала о старых расскажу значит сестра стефании уволилась и что сегодня сказала вы если барит уволилась еще стефания барит только был бы рад этому верну да конечно 40 часов освободилась бы сейчас проедет транспорт погодка шепчет 29 градусов но такая сегодня духота была на кухне чуть-чуть вам камера срезает уже выставлять не буду так что сегодня утром не говорит сабрина нам подходит еще бы конечно подходит у нее ребенку семь лет пошел во второй класс она все это время не работала и сильно переживает говорит я боюсь я не вспомню ну как это было я сегодня прихожу говорю ну шо вспомнила она говорит я ждала кучу людей как это у нас было на фьюмаре вот эти мотоциклисты они ж везде и всюду я говорю нет и такого тут не увидишь девочка ты должна была мне уступить вообще-то ну ладно вчера тут такая толпа машин сегодня слава богу кораблей нету вчера час простояла только до светофора все было забито так что говорю ты швидишь говорю людей ну как если один продает мороженое эту 2 управляется с кофем тут практически делать нечего утром у нас стоит очередь за бриошами вот говорю начиная с осени ну и сейчас в принципе тоже туристы у меня кушают говорю стоит очередь за обедами а так говорю в баре никогда очередь не стоит если только не отправляются вот эти вот корабли на тунис и на марокко так что говорю это так через месяц сезон закончится и будет тут опять тихая и спокойная жизнь ну а шо чуданула наша стефания это не с сестрой договорились типа нас кидануть вот она предупреждала терезу шоу в августе месяце у нее ее жених идет в отпуск и ей нужен отпуск но она же это сделала немножко по неправильному она же взяла типа больничный и сотворила себе вот отпуск а приходит до нас друг ее жениха и говорит это не моя вина что стефания не работает ну а в уж тоже не дурак говорит да ладно говорит проехали ну теперь он понял кто есть кто так что я говорю на следующий сезон можно ростика брать на работу парень у нас большой прошел практику умеет работать с кассой умеет все это дело хотя если такая девочка будет как сабрина и и мишель то там уже а и тереза в принципе ничего но просто тереза по вечерам работает еще у своих родственников пиццерии то есть она у нас занятая дама так что вот так вот поменяли чуть-чуть персонал чему скажем я несказанно рада потому что потому что те которые хотят работать должны работать и те которые хотят сопли жевать пусть жуют сопли другого варианта быть не должно наша ву говорит я по 15 часов говорит отсюда не выхожу мишель говорит ну понятно это твой бар ты ты должен вытянуть понимаете ребята кризис кризис это такое дело многих тоже нельзя взять на работу потому что платить нечего вот он и сам присутствует раньше как-то не сильно присутствовал а сейчас говорит мнение в сезон надо взять все деньги которые можно чтобы рассчитаться с долгами чтобы вырваться немножко вперед потому что зима идет зимой это будет тяжело сделать сейчас мы выезжаем на мороженое у меня каждый божий день мороженое ну давай переходите так что такие дела еду до алены осталась тарелочка кускуса я туда свежий огурчик покрошила вкусно приехал шериф последнюю тарелку зеленки ему отдала говорю надо и дай потому что я не люблю когда у меня что-то остается так что всех накормила себе ничего не оставила сейчас приеду домой что-то буду еще и себе искать покушать а салатика нарубаю огурчик с помидорчиком хай поила жарко жарко парка хочется чтоб пошел дождик а он что-то собака не идет а лайфхак я подремонтировать если у вас выпадая зеркало те вид полу просто замотал ее скотчем атакую всего главное в цве я в шоке наконец-то на еще время поехал взял тряпочек таких классных они такие приятные на ощупь такие приятные приятные как я когда молчу да? что вы там на какую тему мне еще не говорите что вы это я если что-то говорю то я говорю это осознанно так что прежде чем сказать я трижды подумаю если я что-то скажу плохое в честь адрес значит я это скажу специально а вы уже делаете выяснения для чего я это делаю понятно тем более это же не всех касается вот так вот пока я хожу из них тут всех прикол тяну Лукаш вошел на работу говорю Лукаш, ну шо теперь ты вошел все теперь же все капито все супер good One Nation One Station нас ждут великие дела чем, скажу, займемся какими такими серьезными работами покажу пока тебя не было у меня одно место в миле было он говорит сейчас поедем тряпочки купим потом что-то помыем потом все что-то я говорю супер а нельзя было это робити тоди коли я был тут сам а когда ты вышел то уже какие-то там серьезные ремонты робить Та не, я говорю, наш действительно наш помыл трохи старичка охвени засротый был один из самых засротых а сейчас такой надо нам с Лукой наверное открывать свою мойку Валер таке удовольствие 250 евро стоит один четыре штуки помыли хорошие а еще меня попросили помыть нашу списаного старичка я вижу, что ее мыть если мы ее мали на металлогон сдавать а нашли ему короче хозяев его решили подарить в Африку потому что ну они сами приедут его заберут все ну я типа ему сейчас трошки марашет наведу стахе би так забирали, конечно но что ж мы ему частенько хай радуются вимил как для себя хоть на автосайт я думаю, что в Африке не будет его возможности помыть то я его частенько не передал короче славына карточная зарплата ушла за 2 евро 91 цент баско салами дольчезе ну Алена сделала скидку 2,91 евро остальные сколько 140-150 евро пришло так что ешь и радуйся что тебе 8-3 досталось а что понимать колбаса есть колбаса не журак да вкусно это на славын тикет кто не понял мы получила на 2,90 а из 180 ну теперь я понял слава ты вообще ничего не понимаешь ты кушай а зачем ты понимать это какая колбаса что делают у Алены на районе вкусно вкусно до и до 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 Продолжение следует...